Здравствуйте! В эфире новости 24 в студии Ольга Десятого и в ближайшие минуты в этом выпуске. В Сочи отметили День строителя. Лучших представителей профессии чествовали сегодня в органном зале. В поселке Мирные чистят систему водоотведения, однако работа обернулась детективным расследованием. Чем недовольны пациенты, выясняли волонтеры. Первые итоги анкетирования обсудили на заседании Общественного совета Сочи. Район на район, но без драки. В парке Ривьера прошлись соревнования по стритболу. Запрет ввоза европейских продуктов и сырья в Россию только поможет кубанским сельхозпроизводителям. Так губернатор края Александр Ткачев прокомментировал введенные санкции против Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии. Указом президента Владимира Путина в силу вступает полный запрет на поставку из этих стран говядины, свинины, овощей, фруктов, рыбы и молочной продукции. По мнению Александра Ткачева, отсутствие продуктов из Европы и Америки на местных прилавках никак не скажется на жителях Кубани, так как регион не испытывает зависимости от импортных продуктов. Кубани, безусловно, приветствует решение президента. Конечно, импортное замещение постанет развитие российского ПК. Я считаю, что все эти разговоры про дефицит сырья для изготовления готовой продукции, дефицит овощей, фруктов – не больше, чем обыкновенный шантаж. Это говорит о том, что наши соседи в Европе вообще слабо себе представляют, как и чем живет наша страна. Я уже не говорю про американцев. Таким образом, по мнению Ткачева, введенные санкции позволят расчистить полки магазинов для кубанских производителей, что положительно скажется не только на развитии агропромышленного комплекса, но и на удовлетворении покупательского спроса, так как жители края уже давно отдали предпочтение местным кубанским продуктам. В преддверии профессионального праздника строителей губернатор Александр Ткачев сегодня поздравил лучших представителей стройиндустрии. Медали за выдающийся вклад в развитие Кубани получили руководители крупных строительных компаний, во многом благодаря которым Краснодарский край в этом году занял вторую строчку в рейтинге регионов страны по объему построенного жилья. С результатом в 4 миллиона квадратных метров регион уступил только Московской области. Наша многоликая армия строителей, несколько сот тысяч коллективов строителей индустрии, которая делает нашу Кубань красивее, которая делает наши города, наши станицы более комфортнее и благоустроеннее. Нам приятно, что на наших глазах меняются облики наших городов, наших станиц. Это и спортивное сооружение, это сооружение и здравоохранение, это объекты инфраструктуры, жилья. Недаром мы вторые по объемам ввода жилья, а по строймонтажным работам занимаем третью позицию в России. Мы даже себе представить не могли в 20 лет назад, что мы можем выйти на такие темпы. Очень искренне хочу пободрить вас за ваш самотверженный труд от всей Кубани, потому что без вас у нас нет не только настоящего, но нет и будущего. Глава региона также отметил, что отрасль формирует сегодня 20% всего валового регионального продукта. Точкой роста для многих предприятий стала главная стройка страны и подготовка к Олимпиаде в Сочи. Кубанские компании приобрели огромный опыт, который теперь с успехом реализуют на территории края. Губернатор добавил, что впереди у региона новые мегапроекты «Формула-1» и подготовка к Чемпионату мира по футболу. Кроме того, масштабные преобразования в плане благоустройства ждут в ближайшие пять лет Краснодар. Со словами благодарности и поздравлений в адрес строителей выступил и первый вице-губернатор Джумбулат Хатуов. Конечно же, мы будем строить сотни новых детских садов, мы будем строить десятки школ в ближайшее время, спортивных объектов. Александр Николаевич сказал, что последние три года 4 миллиона квадратных метров – это уже норма для нашего края. Боюсь, что задачи растут, поэтому и 4,5 миллиона квадратных метров для жителей нашего края, для повышения качества жизни, о котором говорит губернатор, для реализации социальной политики тоже будет делаться. Продолжился праздник большим концертом. Свои поздравления представителям строительной отрасли края подготовили и артисты Краснодарской филармонии. В развитии строительной отрасли власти края намерены делать ставку на кубанские компании. Об этом сегодня заявил губернатор Александр Ткачев. В преддверии Дня строителя, который будет отмечаться в это воскресенье, глава региона встретился с представителями крупнейших застройщиков. Говорили о том, как развивается отрасль сегодня. Цифра в 4 миллиона квадратных метров жилья в год, которую сегодня строят на Кубани, под стать олимпийским рекордом. Кстати, олимпиада в Сочи позволила строителям края не только упрощнить свои позиции на рынке, заработать хорошую репутацию, но и приобрести опыт строительства современных зданий по самым передовым технологиям. Применять опыт, наработанный в Сочи, Александр Ткачев призвал теперь и в Краснодаре, где уже полным ходом идут масштабные работы по благоустройству. Кроме того, губернатор напомнил о том, что обустраивать, делать комфортным для жизни горожан, нужно каждый возведенный жилой комплекс. Нормы сегодня нововили, и кому-то нравится, кому-то не нравится. Но мы обязаны с вами делать паркинги, мы обязаны думать о том, где будут детские площадки, мы обязаны думать о том, какие будут медицинские учреждения, о том, чтобы власть из нас построить школу, детский садик и так далее. Поэтому у меня просьба, коллеги, это тоже с учетом того, что Краснородский личный облик. Мы все здесь в основном живем в нашем городе, и он нам не безразличен, и мы хотим, чтобы он действительно звучал, как это в общем-то произошло в Сочи. Мы же своими руками это сделали. Руководители строительных компаний выразили готовность сотрудничать на благо краевой столицы. Опыт такой уже и есть. Крупные застройщики отремонтировали подземные пешеходные переходы в городе. Что касается недобросовестных строителей, те, кто уродует город так называемыми самостроями, то, как подчеркнул Ткачев, отступать от утвержденного градостроительного плана ни в Сочи, ни в Краснодаре, ни в любом другом городе края власти не позволят. Конечно, мы все вместе должны с вами выстраивать политику против самозахватов, самозастройщиков, вот этого серого бизнеса строительного, который, безусловно, мешает развиваться всем тем, кто работает в белую. Понятно, что там некой социальной нагрузки, естественно, никто не платит ни за сети, ни за паркинги. И получается дешевый метр квадратный, который, безусловно, мешает и понижает цены, неоправданно, то есть недобросовестная конкуренция. И я вижу, как этот серый бизнес, он с каждым годом становится все меньше и меньше. И я считаю, что мы на правильном пути и все вместе должны эти правила установить. На встрече также отметили, что за последние годы в крае стали в разы больше строить социальных объектов, не считая созданной практически с ноля спортивной инфраструктуры в регионе. Ежегодно строятся десятки детских садов, школ, больниц, поликлиник и жилья для граждан годной категории. Игорь Кырпа, телекомпания ФКТ. С профессиональным праздником строителей поздравляли и в Сочи. Лучшие представители отрасли собрались в зале органной и камерной музыки. Профессия строителя особо ответственная, ведь от качества производимых работ зависят жизни миллионов людей. С развитием новых технологий работа строителей становится все более эффективней, но все равно остается одним из наиболее трудоемких занятий. Поэтому настоящие мастера этой профессии всегда высоко ценились. И в этот день благодарственные письма и почетные грамоты от мэра и председателя городского собрания Сочи получили лучшие работники этой отрасли и руководители крупных строительных компаний, среди которых был отмечен и Борис Крупнов. За хорошую дорогу на улице Худяково в селе Веселом он накануне получил благодарственное письмо от губернатора, сегодня от главы города. Строительство было, конечно, очень интенсивным. Наверное, никогда так интенсивно не работали, хотя это не первый наш объект. И, в принципе, задачу выполнили. Эти люди – герои. Благодаря их труду и профессионализму Сочи с достоинством перенес грандиозную стройку. Их руками были возведены все объекты в Олимпийском парке. Модернизирована инфраструктура курорта, построены дороги, школы, детские сады, больницы и учреждения культуры. Особое внимание в крае было уделено строительству жилья. Только в Сочи за последние годы строители возвели десятки новых домов. И теперь обустроенные квадратные метры получают очередники, жившие долгие годы в бараках. Строители делают на память, делают на века и делают для того, чтобы люди смотрели и гордились тем, что сделано. Я хочу им сказать большое спасибо за то, что сделаны школы, за то, что сделаны садики, за то, что сделаны дороги, за то, что сделаны развязки, за то, что людям и туристам, проезжающим в город Сочи, удобно и комфортно. Огромное спасибо. С праздником. И на этом строительство на курорте не закончилось. В первоочередных планах – социальные объекты. В этом году начинаем проектирование таких жизненно и важных необходимых объектов, как школа на Мамайке, школа на улице Пирогова, вдобавок к 23-й школе. Начинается строительство школы и детского садика в селе Беранда. Начинается проектирование школы Совет Кваджи. Уже есть задание от края строить большую школу, больше чем на тысячу мест в селе Веселом. Так что сотрудничество с крупными российскими, краснодарскими и зарубежными строительными компаниями не закончилось. Оно только начинается. Татьяна Нагорская, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. И к другим новостям. Вода после ливневых дождей в Сочи давно сошла, но ликвидация последствий подтопления продолжается и сегодня. В поселке Мирный, который три недели назад был сильно затоплен, чистят систему водоотведения. Эта работа обернулась своеобразным детективным расследованием. Выяснилось, что трубы сбиваются отнюдь не только из-за ила. Что или кто еще посодействовал засорению общей системы, узнала Елена Всецина. Вода в этом колодце – дурной знак. Знак того, что трубы, по которым должен идти дренажный поток, забиты. И это стало причиной серьезного подтопления поселка Мирный во время сильного ливня. Тогда по соседству с Черным морем образовалось другое море мутной воды. Администрация Сочи дала команду срочно исправить ситуацию. Они, вот эти трубы сейчас, где-то замусорены, где-то очень много ила мы вымываем. Игорь Травцов, главный инженер компании «Водосток», говорит, ил – это далеко не все, что приходится доставать из труб, проложенных при подготовке к Олимпиаде для улучшения экологической ситуации. Грунтовые воды стоят в поселке очень высоко, их нужно постоянно отводить. Работы много, в день удается проходить не более 100 метров. Мусор вымывают сильнейшим напором воды, затем поднявшуюся массу откачивают. Очистку труб, по которым должны проходить грунтовые воды, вполне можно назвать спасательной операцией. И речь идет о спасении нормального образа жизни здесь и всей новой системы водоотведения. Причем, как выяснилось, страдает она не только от природных явлений, но и от деятельности человека. Строители коммуникации оставили в трубах немало мусора. К тому же не все трубы проложены качественно. Приходится попутно их ремонтировать. Забивают трубы и сами жители. 30 кубометров фекальных масс выгребают сотрудники водостока из дренажных сетей. Только на улице Ружейной они обнаружили не менее 10 домов, владельцы которых вывели свои канализационные стоки в общие ливневые трубы. По каждому случаю составляется акт, готовится обращение в полицию, прокуратуру и Росприроднадзор. По совхозу России точно так же в поселке ведутся такие же работы параллельно. По Нагорному каналу идет сейчас подготовка к восстановительным работам, чтобы восстановить стены Нагорного, которые разрушились в процессе эксплуатации. И очистка его от ила. Мы параллельно сейчас совместно с департаментом строительства начинаем эти работы. Очистка и восстановление этот процесс в Мирном и Совхозе России будет длиться еще 2-3 месяца. Но, как говорят водостоки, надзор за системой водоотвода должен быть постоянным. Тем временем, совершенствование этой системы продолжается. Переоборудован общий колодец, его пропускная способность увеличена. А новую насосную станцию подключили к дизель-генератору, что позволит ей работать даже при отключении света. Елена Всецна, телекомпания ФКТ. В Сочи с 8 по 11 августа ожидается повышенная пожароопасность. В случае происшествий звонить по мобильному телефону 010. И продолжаем выпуск. На встрече присутствовали начальник УВД по городу Сочи Василий Умнов, глава Сочи Анатолий Пахомов, представители общественного совета при УВД города и руководители подразделений. Сотрудники частных организаций участвуют в охране общественного порядка во время проведения всех праздничных мероприятий. В частности, руководство УВД поблагодарило собравшихся за плотное взаимодействие в период подготовки и проведения Олимпийских игр. Всем присутствующим были вручены грамоты и благодарственные письма. Также на встрече обсудили дальнейшее взаимодействие по раскрытию преступлений по горячим следам, информирование охранных организаций о совершенных преступлениях и приметах преступников. В Адлере вынесен приговор по делу об убийстве на улице Взлетной. Произошло все еще в апреле. Отчим с пасынком избили мужчину, не сойдясь во мнении об общем знакомом. В апреле во дворе частного дома по улице Взлетной намечались домашние посиделки с шашлыком и спиртным. Хозяин дома позвонил своему другу детства и пригласил принять участие. За столом возник спор. Предметом спора между другом хозяина дома и квартирантом была личность одного ныне отбывающего срок гражданина. Дискуссия переросла в конфликт, который грозил обернуться потасовкой. Не желая допускать подобного в своем дворе, хозяин попросил всех разойтись. Однако тот самый друг детства не захотел оставлять недосказанности. Решив, что ему потребуется поддержка, он сел на мопед и поехал к сыну женщины, с которой жил. Молодой парень, не раздумывая, согласился помочь. Изначально ему отводилась роль поддержки, но события сразу приняли иной оборот. Визитеры получили поток нецензурной брани. Реакция была моментальной. Удар в лицо. Дальше последовала драка, которая быстро переросла в избиение кулаками, ногами и палкой. Через пару минут оппонент был в полубессознательном состоянии. Решив, что предмет спора исчерпан, отчим с пасынком отправились по домам спать. Хозяин дома во дворе увидел своего постояльца на земле и уже холодного. Вызвал полицию, скорую, врачи констатировали смерть. Молодой человек, подозревавшийся в совершении преступления, явился с повинной. Вину свою признал частично, утверждая, что не имел умысла на убийство. Изучив обстоятельства дела и приняв во внимание то, что на момент совершения преступления подозреваемый был еще несовершеннолетним, прокурор попросил суд назначить сравнительно мягкое наказание. Государственное обвинение просит суд признать подсудимого Устинова и новым на совершении преступления, предусмотренным статьей 105 частью 1 УК РФ, в убийстве, то есть в умышленном причине смерти другому человеку. Уненазначено по статье 105 частью 1 УК РФ наказание в виде пяти лет лишения свободы без ограничения свободы. Меру пресечения Устину для обеспечения исполнения приговора изменить на заключение под стражу, взяв под стражу в зале суда. Суд в целом согласился с мнением прокурора. Но меру наказания все же решил выбрать более строгую. Молодой человек приговорен к шести годам лишения свободы и взят под стражу в зале суда. И к другим новостям. Качество медицинских услуг, оснащение больницы-поликлиник в Сочи за последние два года радикально изменилось. Несмотря на это, пациенты иногда по-прежнему недовольны. Чем именно? Чтобы ответить на этот вопрос, около ста волонтеров отправились, как говорится, в народ. По заданию городской администрации они опросили полторы тысячи пациентов всех муниципальных учреждений здравоохранения. И первые итоги анкетирования обсудили на заседании Общественного совета Сочи. Вопросы анкеты, которую в течение двух месяцев волонтеры заполняли вместе с пациентами сочинских поликлиник и больниц, были разные. Частота в помещении, вежливость персонала, качество работы регистратуры и возможность попасть на прием к специалисту. Поделились впечатлениями о сочинской медицине и сами волонтеры. Прежде чем начинать анкетирование, я решила, что надо бы создать свое впечатление. Обошла все помещения, которые посещали пациенты. Заходила с этой данной узлы посмотреть, потом в дневной стационар посмотрела, какие-то капельницы, чтобы было интересно посмотреть, чистота и аккуратность. По результатам анкетирования наибольшее количество положительных отзывов набрала городская больница номер 8 в поселке Красная Поляна. С другой стороны рейтинга – третья поликлиника, к работе которой пациенты высказали больше всего претензий. Это оценка наших пациентов, это оценка глазами пациентов наших лечебных учреждений. Понятно, что они не в состоянии оценить всю глубину и мощность профессионализма врача. Но они абсолютно в состоянии оценить, насколько благожелательно все это учреждение в целом для пациентов. В целом качество медицинских услуг пациенты оценили на 4 с плюсом. Но глава Сочи считает, что стремиться нужно к отличному результату. В отрасли кадрами мы стараемся насыщать. Даем врачам и медицинскому персоналу квартиры, без очереди места в детских садах. В последние два года даже получается, что мы сдаем целые дома, в которых в основном жильцами становятся медицинские работники. За последние два года в Сочи благодаря администрации края не только отремонтировали почти все старые медицинские комплексы, но и построили новые. В Дагомысе появились два современных стационара – инфекционная и многопрофильная больницы. Открылись поликлиники в Адлерском районе и Красной Поляне. В Центральном районе заработали диагностический центр и травмохирургический корпус. Профессиональные медицинские кадры для них готовят сегодня и в Сочи. В прошлом месяце я вручал дипломы выпускникам медицинского колледжа. И когда спрашивал о том, куда вы пойдете работать дальше, почти все отвечали, что пойдут работать в наши муниципальные или краевые учреждения. И это прорыв. Около 100 единиц диагностического оборудования получили городские лечебницы. Чтобы медицинская помощь была доступна всем, в отдаленных районах курорта начали строить кабинеты врачей общей практики. Но работать, подчеркнул глава города, еще есть над чем. И мнение сочинцев о качестве медицинских услуг на курорте спросят еще не раз. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ. В Сочи отметят День физкультурника. Большой спортивный праздник пройдет завтра, 9 августа, на площади у Южного Мола. С 18.30 до 21 часа на площади Южного Мола, это возле морского вокзала, будет уникальное событие, посвященное Дню физической культуры и спорта. На мероприятии можно участвовать всем категориям возрастов. Для детей будут веселые старты, одно для взрослого населения. У нас есть изюминка, которая называется силовой экстрим. Мы увидим наших силачей со всей страны. День физкультурника в нашей стране отмечают уже 34 года. В Сочи он стал одним из самых любимых праздников, ведь курорт всегда славился своими спортивными традициями. В программе Дня физкультурника – чествование лучших тренеров, учителей физкультуры и спортсменов, соревнования по стритболу, волейболу, спорту, боксу, шахматам и другим видам. Напомню, начало 9 августа на площади у Южного Мола в 18.30. Участниками праздника могут стать все желающие. Завтра в Сочи пройдет пятый международный турнир по смешанным боевым единоборствам платформа С-70. Планируется, что его посетят президенты России, Армении и Азербайджана. Серж Саргасян и Ильхам Алиев прибыли в Сочи для переговоров по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта. Турнир представляет собой матчевый поединок из 10 боев. Национальная сборная России по боевым искусствам выступит против сборной команды континентов. В нее войдут сильнейшие спортсмены из Европы, Азии и Америки. Увидеть захватывающие бои сочинские гости курорта смогут на экране официальной фан-зоны, организованной в Летнем театре парка имени Фрунзе. Площадка будет работать с 7 вечера до полуночи. Для зрителей вход свободный при наличии документа удостоверяющего личность. Сегодня в парке Ривьера прошли соревнования по стритболу, приуроченные ко дню физкультурника. Расскажет Татьяна Нагорская. Турнир по стритболу пройдет в два дня. Сегодня на площадке собрались ребята в возрасте 12-13 лет. Все они любят спорт и стараются принимать участие во всех городских соревнованиях. Иван Савченко занимается в детском футбольном клубе, но сыграть в баскетбол или стритбол тоже не прочь. Мы серьезно настроены на игру, мы к ней готовились достаточно долго. Наши соперники равны по силе. Они тоже, наверное, долго готовились. И мы желаем им тоже победы. Команды сформированы по итогам дворовых игр, прошедших в Центральном районе. Так что под кольцом встретились лучшие игроки из-за вокзального и гагаринского микрорайонов. Значит, у нас принимают по четыре команды, финалисты именно. Потому что они до этого сыграли у себя, теперь они вышли в финал. И вот они представляют в основном вот эти наши два микрорайона. Мы давно дружим, как говорится, между собой. Проводим все эти соревнования, совместно стараемся проводить за вокзальный и гагаринский. Что в итоге сказалось на игре, пожелание Ивана победы соперникам или хорошая подготовка игроков за вокзального района неизвестно. Но уже на первых минутах воспитанникам 14-й школы удалось забросить в кольцо большее количество мячей. Итог встречи 4-1. Следующими за победные очки с победителями поборолись ребята из-за речного микрорайона. Но также потерпели поражение. В итоге заслуженное первое место досталось команде из-за вокзального. Ну а завтра за медали, кубки и грамоты поборются игроки постарше. Татьяна Нагорская, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. На радио Европа плюс Сочи сегодня подвели итоги летней акции «Велотрек». Акция стартовала 2 июня, а сегодня состоялось награждение победителя. Алена Шпак получила спортивный велосипед. В чем заключалась суть акции и какие еще сюрпризы ждут самых активных радиослушателей? Расскажем в нашем следующем материале. Алена, тебя поздравляю, ты молодец, ты заслуженно стал победительницей нашей акции «Велотрек» на Европе плюс. И этот велосипед по праву твой. Новенький, мощный спортивный велосипед. Его счастливой обладательницей стала Алена Шпак. Европа плюс – любимая радио, рассказывает девушка. А в подобном конкурсе вообще участие решила принять впервые и сразу удача. Акция «Велотрек» стартовала 2 июня. На горячую линию обрушился такой шквал звонков, что акцию даже решено было продлить еще на месяц. Условия были просты. Слушатели звонили на Европу плюс, угадывали разогнанный трек и получали пригласительный на велопрогулку в Олимпийский парк. Там нужно было сделать классное фото, выложить в официальную группу Европы плюс ВКонтакте и ждать лайков от участников сообщества. Заинтересованность жителей нашего города просто нас самих удивила. Людей очень сподвиг слоган «Крути педали в Олимпийский парк». Вот эта фотография Алены Шпак набрала больше всех лайков – 353. Алена не верит своему счастью и благодарит Европу плюс за исполнение давней мечты. Это моя мечта, мой велосипед. У меня никогда в жизни его не было. И мне очень приятно, что все за меня голосовали, болели. Очень приятно. А Европа плюс – лучшее радио. Спасибо вам огромное. Акцию «Велотрек» на радио Европа плюс Сочи провели впервые. Интерес оказался велик, поэтому, говорят на радио, не исключено, что летняя акция станет традиционной. Впрочем, впереди у Европы плюс еще очень много сюрпризов. Европа плюс – официальный радиопартнер Сочи-автодрома. Это значит, что уже этой осенью на 104.4 состоится розыгрыш пригласительных на знаменитой автогонке. Я думаю, что слушатели оценят по достоинству. Это суперигру на Европе плюс. Следите за эфирами. Европа плюс – 104.4 FM. Галина Моисеев, Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Сегодня в Сочи открылась индийская выставка. Жители гостя курорта снова могут приобрести эксклюзивные товары. Индия славится не только высококачественным чаем, но и уникальными предметами ручной работы. Пятый год в Сочи приезжают индийские производители. Жители гостя курорта уже успели оценить уникальные изделия ручной работы – одежду, ковры, украшения, текстиль и многое другое. В этом году выставка переехала. Теперь приобрести товары из Индии можно по адресу улицы РОС-117, прямо напротив автовокзала. Представлены все виды товаров, как и на прошлых выставках. Ковры, специи, украшения, мебель, одежда различная, чай, кофе. На выставке представлен большой ассортимент товаров для прекрасного пола. Краска для волос из натуральных ингредиентов, ароматические масла, косметика, разнообразная летняя одежда. Особого внимания заслуживают и шкатулки. В этом году их действительно много. Все произведены вручную. По традиции индийские производители привезли много сортов чая, кофе, разнообразные специи и даже высококачественный индийский рис. Отдельно стоит сказать о коврах из шерсти и из натурального шелка. Все они произведены руками национальных мастеров. На выставке представлен большой выбор бижутерии. Есть изделия из натурального речного жемчуга. Камни, из которых выполнены изделия, служат не только для упрошения, но и восстанавливают энергетику человека. Камни собраны со всей Индии, с Хайдарабада, с Кашмира, с разных частей Индии. Все сделано ручная работа. Есть прессованные камни, есть непрессованные камни. Приходите, все можно померить, потрогать. Выставка будет открыта с 8 по 31 августа. Посетители ожидают с 11 утра до 7 вечера на улице РОС-117, прямо напротив автовокзала. Игорь Кырпа, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова